МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках отработки проверяются скотные базары, мясные ряды торговых рынков. Как сообщили в прислужбе департамента полиции Алматинской области, в дни рейдов в регионе зарегистрировано 8 краж скота, 6 из которых раскрыты по горячим следам. Кроме того, стражи порядка раскрыли 17 фактов скотократства, входивших в категорию ранее совершенных преступлений. Раскрыты факты с существенным материальным ущербом. Скажем так, задержан житель Аксурского района, подозреваемый в краже, 9 коров из поселка Кзлагаш. Похищенный скот удалось отыскать и возродить законному владельцу. Также в Толгарском районе раскрыта кража, 37 овец похищены. Летом этого года у жителей села Талдебула. Подозреваемый в краже помещен под стражу. Двое мужчин найдены мертвыми в охотничьей палатке в Кустанайской области. Рыбаки сделали привал в 30 километрах от села Торгай Жангельдинского района на зимовке Маусымбек. По информации областного департамента ПЧС, мужчины 1954 и 1974 года рождения, по предварительной версии, отравились угарным газом. Внутри палатки обнаружен включенный газовый баллон. На место происшествия выезжали 8 сотрудников и 3 единицы техники. В Атраусской области 32-летняя женщина пыталась продать новорожденную дочь за 5000 долларов. В отношении горе и мамаши сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело за торговлю несовершеннолетними. Этот факт зарегистрирован в ходе спецоперации «Стоп-трафик». Она направлена против торговли людьми и проводилась с 22 по 26 ноября одновременно в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. За 5 дней на территории этих государств выявлено 95 фактов торговли людьми. В Казахстане 14. На два года осужден экс-заместитель руководителя департамента по делам обороны Алматинской области за убийство своего начальника. Такой вердикт ему вынес военный суд. Напомним, что инцидент произошел 31 марта около 8 утра. Заместитель начальника департамента по делам обороны Алматинской области Асхар Успанов в служебном кабинете практически в упор застрелил из охотничьего ружья своего начальника, полковника Бердибека Берестемова. От полученных ранений последний скончался на месте. 26 ноября суд признал виновным Асхара Успанова по части 1 ст. 101 Уголовного кодекса Республики Казахстан убийство, совершенное в состоянии аффекта, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением, либо противозаконными или аморальными действиями потерпевшего. Отметим, что приговор не вступил в законную силу. ДТП со смертельным исходом произошло на 52-м километре автодороги Оренбург-Соль-Илецк в соседней Российской Федерации. От столкновения большегруза с автомобилем Volkswagen погибли 5 человек. Двое с различными травмами доставлены в больницу Соль-Илецка. По сообщению МЧС России, среди погибших и пострадавших есть граждане Казахстана. Казахстан